Высаженная несколько месяцев назад на улице Академическая аллея декоративных сакур подверглась варварскому нападению. В ночь на среду десятки деревьев были вырваны с корнем и украдены. На их месте остались пустые лунки. Инициатор масштабного озеленения, почетный гражданин города Одессы, Одесской области Сергей Кивалов, сказал, что заявления по данному факту уже подали в полицию. Впрочем, даже такой инцидент не изменил отношение к благоустройству и улучшению нашего города. Совсем скоро, недалеко от Международной академической школы Одесса и стоматологической клиники Международного гуманитарного университета на территории бывшей межрейсовой базы моряков, принадлежащей Национальному университету Одесской юридической академии, будет разбит общедоступный современный парк. В свете стремительной застройки Одессы бетонными 30-этажными монстрами благоустройство новой зеленой зоны. Приятная новость. Подробности в материале моих коллег. Воодушевляющая и радующая глаз Илея Сакур, высаженная на улице Академической, в конце 2020 года подверглась бездумному и бездушному нападению. Несколько деревьев были выкорчеваны под корень и украдены вандалами. После них осталась лишь голая почва и проходящая вдоль насаждений система полива. Президент Национального университета Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета и Международной академической школы Одесса, инициатор капитального благоустройства Сергей Кивалов с грустью констатирует, в этой жизни и в этом городе есть не только строители и созидатели. Уровень воспитания некоторых наших земляков оставляет желать лучшего. Мы в прошлом году и в этом году озеленяем эту улицу, потому что у меня за спиной как раз территория Национального университета Одесской юридической академии, с правой стороны здесь Международная академическая школа, и мы приняли решение всю улицу озеленить. Вот, смотрите, результаты нашего труда. И на восьмой станции Большого фонтана более десяти тысяч деревьев и кустов мы высадили и здесь повысаживали. Мы не во дворе даже высадили, на улице, согласовали с зелентрестом. И кто-то позволяет себе такие вольности. Я считаю, что это не должно просто так пройти. Если они сегодня позволяют себе здесь на улице это делать, они будут то же самое делать и в парках, и в скверах, ну это недопустимо. Сегодня, естественно, с утра мы написали заявление в полицию Приморского района. Нужно найти, нужно обязательно наказать тех людей, которые позволяют себе такие вольности. Заявление в полицию на охотников за зелеными насаждениями уже подано. Поиск вандалов ведется. Главное – предотвратить подобные действия в будущем. За недолгое время аллея Сакур стала излюбленным местом прогулки проживающих неподалеку одесситов. Руководством университета предприняты все действия. Обратились в полицию для того, чтобы мы могли найти злоумышленников и в дальнейшем предотвратить такие же действия, чтобы, не дай бог, еще не испортили эти деревья. Потому что мы за ними ухаживаем, мы следим, чтобы это было все красиво. Для одесситов многие приходят сюда фотографироваться. К сожалению, из-за таких асоциальных элементов сегодня все эти труды нивелируются. Наши земляки всячески поддерживают грамотное озеленение города. Территория Одесской юридической академии Международного гуманитарного университета и Международной академической школы Одесса с сакурами, соснами, розами – яркий пример профессионального подхода к делу. Профильные городские управления не успевают следить за всем, а потому коллективы образовательных учреждений готовы помочь городу в организации работы. Как вы считаете, нужно облагораживать город, садить деревья? Очень нужно, конечно. Спасибо большое за то, что вы делаете для Одессы, для всех остальных городов Украины. Спасибо. Скажите, в частности с сакурой, приятно ли вам идти по улице и наблюдать? Очень, конечно. Приятно радует глаз. Красивые. Машин много, зелени много, Одесса, в принципе, море. Зеленый город, отличный город. И чем больше он будет зеленее, я думаю, тем будет красивее. Важно ли засаживать не только отдельные улицы, но и весь город? Весь город в любом случае. Конечно. Машин много, захозованность города. Очищение, я думаю, в принципе, та же экология, ну, должно быть очень зеленое и красивое. Вот целая аллея сакур. Как вы считаете, важно ли засаживать город с зелеными насаждениями? Конечно, важно. Очень важно. Очень красиво. Но в то же время старые насаждения, которые выше девятиэтажного дома, конечно, наверное, вот тополя надо как-то... Вот эти тополя, которые угрозу при... Да. Люди массово фотографируются с детьми. Ну, в общем, красота необыкновенная, конечно. Там много сакур. Ну, радуюсь. Ну, радуюсь. К слову, на территории бывшей межрейсовой базы моряков кипит работа по благоустройству и озеленению территории, которая включает в себя не только высадку новых насаждений, но и разборку сухостоя и больных деревьев, которые в будущем действительно могут представлять опасность. Совсем скоро здесь появится общедоступный парк для всех желающих. Почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов напоминает о железном правиле созданных им образовательных учреждений. Каждый учащийся должен высадить минимум одно дерево. Благодаря этому социальному проекту зеленеют не только склоны на восьмой станции Большого фонтана, территория вблизи Международной академической школы Одесса и университетов, но и городские парки и скверы. Это все наш реальный вклад наших коллективов в озеленение нашего города. Я считаю, что это очень важно, чтобы мы продолжали это делать. Никто не сможет нам отбить именно это желание, потому что я знаю, что жители нашего города, они воспринимают это хорошо, они реально помогают. Вот мы сколько высаживали деревья, помимо студентов выходят еще и просто жители близлежащих домов. И для меня это, и для всех нас это большое подспорье, когда есть хорошая поддержка. Неприятный инцидент не отбил желание и дальше помогать делать город лучше. Уже совсем скоро новые саженцы получат жизнь в этом уютном зеленом оазисе на Академической. И Одесса задышит здоровыми легкими.